МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Артик ТВ, Время новостей, в студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. За зайца ответим, почему ёлка Браслякова стала мемом и как областной центр пережил 2020-й. И что они мне говорят? Вот те, которым завелось в декабре и в январе бывать в Мурманске. Они мне говорят, ну нифига себе у вас в Мурманске украшут. Итоговая пресс-конференция глав Мурманска. Вот долгих раздумий. В целом бюджет у нас получился социальным. Областной парламент принял бюджет, каким будет главный финансовый документ региона. По 100 тысяч шестёрки лучших. Я всех поздравляю тех, кто появился успехом. Талантливая молодёжь получила губернаторские стипендии. Депутаты оба у думы закрывают парламентский год. На последнем этом году заседании приняли главный документ региона – бюджет. 2020 год выдался непростым. Пандемия коронавируса добавила депутатам работы. Новые виды поддержки населения и бизнеса в условиях падения доходов казны региона заставили исполнительную и законодательную ветвью власти буквально на ходу перекраивать параметры бюджета этого года и с осторожностью подходить к формированию главного документа на следующий 2021-й. Тем не менее, с задачей справились. В целом бюджет у нас получился социальным. Он направлен на решение всех задач, которые стоят перед нашей областью, на те задачи, которые ставил президент нашей страны в своём послании. И в целом году, в следующем году, также будет направлен на реализацию национальных проектов. Будут строиться новые детские сады, появятся новые школы, завершён ремонт учреждений культуры, комфортная среда, то, что мы делаем, городская комфортная среда делали в этом году, будет и в следующем году продолжаться. То есть, в целом, на решение всех тех задач, которые необходимо решить, рассматриваем, и они все будут реализованы в бюджете следующего года. Много внимания в главном финансовом документе области уделено медицине. В бюджете на следующий год заложены средства на ремонт и медучреждений и закупку нового современного оборудования. В том числе предусмотрена и реконструкция областного онкологического диспансера. В бюджете области заложено более 300 миллионов на реконструкцию онкодиспансера. С этого года, с 2020-го, практически в полтора раза увеличено финансирование самого учреждения по системе обязательного медицинского страхования. В следующем году обещали добавить ещё средства. Поэтому надеемся, что с лекарственными препаратами не будет проблем в диспансере. С оборудованием. Ну и все, в общем-то, ждём строительства нового современного онкодиспансера. Процесс работы над бюджетом для депутатов оказался непростым. В условиях пандемии коронавирусной инфекции достоверно прогнозировать что-либо сложно. И не исключают депутаты. В следующем году в документ придётся вносить корректировки. Тем не менее, бюджет приняли в последнем чтении. По нему доходы региона в 2021 году составят более 82 миллиардов рублей. Эта сумма выше доходов, прогнозируемых ранее на этот год. Повлияла пандемия на бюджет города Мурманска. Об этом глава муниципального образования Андрей Сысоев и сити-менеджер Евгений Никора рассказали на итоговой пресс-конференции. В столице Заполярья нашёлся и символ уходящего года, который, впрочем, не стал её новой достопримечательностью. Елена Ким подробнее. Подходит к концу не самый удачный 2020 год. Глава Мурманска Андрей Сысоев и глава администрации города Евгений Никора отметили, что по праву этот год прошёл под эгидой волонтёров. С начала пандемии ими была отработана более 2,5 тысяч заявок от пожилых мурманчан. Что же касается спортивной жизни, то только 10% от общего количества запланированных мероприятий смогли реализовать. Также не удалось отремонтировать фасады двух школ. Причина банально – не хватило рабочих рук. План у нас был такой. От 5 до 10 фасадов мы должны были делать каждый год. И, к сожалению, в этом году у нас два фасада не получилось. Почему? Потому что подрядчик не смогли выполнить свои обязательства в связи с пандемией, опять же, отсутствием гастарбайтера в городе Мурманске. Мы никогда не думали, что это станет такой серьёзной проблемой. Отсутствием законных, так скажем, приезжих людей, рабочих, которые работают на территории города. На этой неделе общественность активно обсуждает зайца, который украшал постамент новогодней ели в росте. В народе его прозвали «зайцем-алкашом». Зверь с горячительным напитком в лапах стал настолько популярным, что футболку с его принтом сделал и надел урбанист Илья Варламов. Тот, который называл Мурманск проклятым городом. А кита на набережной в Коле – всратым, то есть забавным. Проехался по зайчику Иван Ургант в своей вечерней передаче на Первом канале. Вот Митя, если человек с бутылкой, ну в смысле зайца, ну почему он алкаш? Может, он раздель... Проблема раздельного мусора. Может, он просто пошёл и бросил грузом, Митя? Вот только жителям столицы нарисованный зверюга не пришёлся по вкусу. Да и новогодних огней в росте, по мнению местных, маловато. Поэтому от знаменитости избавились, закрасили. А жаль, такая достопримечательность и символ уходящего 2020 года пропала. Жители роста очень активны. И вот до того, как зайц облетел в СМИ, они жаловались на то, что у них забыли. Что сейчас предпринято, и вот вы говорите, что не будет обделена рост по следующим годом световыми инсталляциями, чтобы не повторялось такого. Евгений Никора поспешил успокоить. Ведь проблем, помимо украшательства, и зайца-алкаша в городе хватает. Ещё несколько улиц, территорий, уже сейчас украсили дополнительно. То есть вот после того, как жители роста сказали, ну вообще, ну что за дела, да, что за безобразие. Я поехал, сам посмотрел, да, всё, росту проехал. И, короче, всё, что мы поскребли по сусекам, мы закинули в росту. Сусеки кончились. Поэтому мы на 2021 год, несмотря на, ну не то, что тяжёлые, да, драматичные, драматичные очень параметры муниципального бюджета, я очень надеюсь, что Совет депутатов нас поддержит, это уже ближе к осени, 2021 года, что мы всё-таки ударно росту доукрасим. Говоря о планах, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев подчеркнул, что в наступающем году Мурманск ждёт юбилей. Областному центру исполнится 105 лет. Работа по подготовке торжественных мероприятий уже началась. В будущем году станет лучшей жизнь и в гарнизонах Мурманской области. Президент России подписал указ, согласно которому Северный флот с 1 января 2021 года окончательно приравнен к военному округу. Сейчас в России четыре военных округа – западный, центральный, южный и восточный. Северный флот станет пятым. Он будет охватывать Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ. К слову, Владимир Путин накануне подписания документа принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны, во время которого руководитель ведомства Сергей Шойгуа предложил увеличить фонд денежного довольствия военных в 2021 году для покрытия дефицита средств из-за пятилетнего перерыва с индексацией зарплат. Генерал подчеркнул, что в этом году денежное довольствие было проиндексировано на 3%, а с июля введена денежная надбавка отдельным категориям военнослужащих, которое затронуло более 45 тысяч человек, которые в среднем получили ежемесячную прибавку в 23 тысячи рублей. В то же время, в течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств на выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов. В целях недопущения снижения выплаты военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году. В военных Северного флота еще в начале декабря начали прививать от коронавируса, а вот массовая вакцинация гражданского населения предположительно начнется в будущем году. Пока же число инфицированных в регионе стабильно высокое. 278 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки. Четыре человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 140, в Печенском районе плюс 50 и в Мончегорске плюс 25. Что касается тестов на COVID-19, то по информации оперативного штаба регион один из лидеров в стране по охвату анализами на коронавирус на 100 тысяч населения в сутки. Три четверти объемов выполняются в трех лабораториях подведомственных Министерству здравоохранения Заполярье. Например, Центр специализированных видов медицинской помощи в день может проводить до 3000 исследований. От момента поступления проб в лабораторию до момента информирования граждан проходит примерно 12-14 часов. В Мурманской области также работает система оперативного СМС-информирования о результатах тестирования. С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов. Рост тарифа, по мнению специалистов, обоснован. Он долгое время оставался одним из самых низких в России. При этом Мурманская область – пятерки лидеров по стоимости строительно-монтажных работ. В среднем взнос повысится порядка 150 рублей за одну квартиру для одной семьи. Что соизмеримо с чашкой кофе сегодня в кафе. Поэтому сильно на бюджете семей Мурманской области данное повышение не скажется. Подрастет и тариф на вывоз мусора. Вот только произойдет это не с 1 января, а с 1 июля будущего года. Сумма в квитанциях вырастет на 7,6%. Соответствующий документ официально опубликован на сайте регионального комитета по тарифному регулированию. Плата для населения за услугу по обращению с отходами составит 138 рублей 44 копейки с человека в месяц. В Манчегорске дети надругались над Дедом Морозом. У фигуры, установленной на входе в городской парк, двое подростков отломали посох. Примечательно, что сломали часть композиции две девочки. Как отмечают в комментариях под новостью в социальных сетях, скульптура могла бы быть и покрепче. Ведь вместе с посохом у Деда Мороза отвалилась и рука. Но горе-комментаторы не учитывают, что сделан дедушка из снега. Шалость школьниц запечатлели видеокамеры. Администрация Манчегорска уже направила запись в полицию. Госавтоинспекция Мурманской области будет работать в усиленном режиме все предпраздничные и праздничные дни. Такая активность объясняется резко возросшим числом ДТП на дорогах региона. Только за прошедшие выходные в области произошло 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек пострадали, один погиб. Среди основных причин аварии выяснено в полосу встречного движения, когда столкнувшиеся лоб-лоб автомобили получают серьезные повреждения и несоблюдение дистанции перед впереди идущим транспортным средством. Этим и объясняется количество пострадавших в ДТП. Губернатор поздравил с профессиональным праздником энергетиков. Встреча состоялась в онлайн-формате. Из-за пандемии все торжественные мероприятия отменены, но это не повод не чествовать передовиков производства. На предприятии Мурман Энергосбыт, где трудится более 4 тысяч человек, награды получили более 250 специалистов. Фотографии лучших сотрудников, как в старые добрые времена, заняли место на доске почета. Она теперь доступна также в виртуальном пространстве. Во время видеоконференции с главой региона, руководители теплоэнергоснабжающих предприятий, делились как своими проблемами, а это в первую очередь не платежи, так и планами по модернизации. Так, гендиректор МЭС Алла Истомина назвала в числе приоритетных направлений выполнения инвестиционной программы компании, в частности, строительство новой угольной котельной взамен старой мазутной в районе Североморска «Кортик». На днях жители этого микрорайона, Фотской столицы могли наблюдать, как монтируют трубу новой котельной. Сегодня у нас в рамках строительства котельной осуществляется мероприятие по монтажу дымовой трубы. То есть, мы заранее были подготовлены фундамент, соответственно, подрядчик привез трубу, состоящую из трех секций, ее собрали здесь на площадке, и сегодня, в соответствии с графиком, идет монтаж дымовой трубы. Вот, сами вы наблюдаете это мероприятие. Был специально заказан кран 100 тонн, потому что изделие около 30 метров. Обычными крановыми установками это не сделать. Работа сложная, высокоточная, потому что надо 4 лапы, чтобы попали на закладные. То есть, ну, все должно получиться. Помимо губернатора, поздравил энергетиков с их профессиональным праздником и глава администрации Мурманска Евгений Никором. Электроэнергия – это свет наших домов. Тепло – это уют и комфорт в наших домах. И все это вы, дорогие работники энергетической отрасли. Я горжусь тем, что я больше половины своей жизни отдал этой отрасли, работая на Кольской атомной электростанции. И я хорошо знаю, насколько эта профессия, насколько эта работа требует слаженности, ответственности. Это действительно дорогого стоит. Уважаемые друзья, дорогие энергетики, с праздником вас, с Днем энергетика! Делать добро просто и приятно. В этом убедились студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета, приняв участие в благотворительной акции «Волшебная елка». Порадовать особенных детей решили и неравнодушные жители Мурманска. Новогоднее настроение – это елка, огни на улицах и ожидание чуда. Осуществить чью-то мечту – такое же удовольствие, как и получить подарок. Возможно, поэтому благотворительная акция «Волшебная елка, организованная Магу» нашла такой отклик у тех, кто может и хочет сделать счастливыми особенных детей, которым тяжелее социализироваться в обществе. В этом году акция у нас была очень скоротечная. Буквально несколько недель и все игрушки были разобраны. В этом году впервые принимали участие заинтересованные лица, неравнодушные мурманчане, которые пришли буквально с улицы. Они прочитали на сайте «Магу» информацию об акции и пришли, сказали, мы хотим участвовать. Стать настоящим волшебником в преддверии Нового года оказалось очень просто. Всего-то и нужно было снять с елки открытку, изготовленную руками ребенка с особенностями развития, и исполнить его заветное желание. Как правило, детки хотят получить в подарок игрушки или книги, но были и необычные мечты. Например, одна девочка попросила барабанную установку. Это было очень интересно, мы до конца не могли понять, что именно хочет девочка. Оказалось, что это все-таки должна быть детская игрушечная барабанная установка, и оказывается, такие действительно существуют. К подготовке открыток своим волшебникам ребята подошли особенно тщательно. Кто-то рисовал символ будущего года, а кто-то вырезал ангелочков и снежинки. Каждый из них старался красиво оформить свою записку желания, чтобы ее заметили, и мечта обязательно осуществилась. Это открытки, которые дети делают своими руками. Иногда дети сами выбирали, иногда они делали то, что могли сами, в силу своих возможностей, потому что не все могут сделать, например, вырезать что-то, сделали какие-то квадратные варианты. Но это было от души, и в любом случае они рассказывали о себе, чего они хотят. И, естественно, это подпитывало такой момент волшебства. Приобретенные игрушки волонтеры передадут ребятам перед самым Новым годом, чтобы этот праздник стал для них еще волшебнее. Активную и талантливую молодежь в Мурманской области наградили стипендиями губернатора. Торжественная церемония состоялась в зале научной библиотеки. С помощью видеоконференц-связи школьники и студенты пообщались с Андреем Чибисом. Ежегодно стипендии губернатора Мурманской области вручают школьникам и студентам за серьезные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности. Также талантливая молодежь получает литературные премии имени Боева и Подстаницкого. Я всех поздравляю тех, кто добился успехом, кто является получателем соответствующих стипендий. Это наша гордость. Действительно, с 93-го года в городе в исполнении тысячи, тысячи ребят получают такие стипендии. В этом году мы добавили стипендия, стипендия литературная. В этом году мы в два раза увеличили размер этих выплат. В этом году за писательские заслуги деньгами поощрили три человека. По одному в каждой номинации конкурса. Проза, поэзия и публицистика. За лучшую работу, согласно постановлению главы региона, дают 15 тысяч рублей. А вот стипендии за другие заслуги побольше. 123 молодых дарования получили по 37 тысяч рублей. Максимальная премия 100 тысяч рублей называется «Олимп» и дается только шестерке избранных. Все выплаты единовременные. Ваш труд признан, он является творческим. Вы свою душу вложили в те проекты, которые реализовали, в тех направлениях, в которых вы достигли успеха. Что для нашего региона, конечно же, является очень важным. Помимо торжественной церемонии награждения, губернатор Андрей Чибис пообщался с талантливыми молодыми северянами. Они рассказали о своих успехах и планах на будущее. Как вручали стипендии главы региона в Александровске, наблюдали наши коллеги из Большого ЗАТО. Обладательницей высокой премии «Олимп» за достижения в области спорта стала Лиза Прохорова. И неспроста девушка учится в седьмом классе, но уже стала мастером спорта по плаванию. Если бы не был характер, мне бы очень было бы тяжело. Мне и так было тяжело, но главное просто работать, главное идти за мечтой, следовать мечте. Вот, всё ваше. Тренер признаётся, когда только Лиза пришла в бассейн, даже плавать не умела. Но постепенно росла её любовь к спорту, развивались и навыки. Теперь девушку на дорожке остерегаются даже более опытные соперники. А команда и друзья, наоборот, гордятся успехами пловца. Да, можно сказать, они поддерживают, могут кто-то, даже иногда что-то советуют, потому что у всех разное мнение. С пяти, с шести лет начинаем, идём, 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 по шажку, по шажку и в конечном итоге добираемся куда-то. Да, кому-то дано, кому-то нет, но и вот тем, кому дано, нельзя пропустить, надо их всех искать. Среди поощрённых стипендий главы региона преимущественно студенты. В свою очередь, в большом зато все пятеро стипендиатов – школьники. То, что система работы ЗАТО Александровск, нашего образования – это действительная система, которая идёт с дошкольного и школьного продолжается образование. То, что вместе с ребятами, своим рядом находятся и родители, и педагоги – вот это даёт такой яркий результат по ЗАТО Александровск. Талантливые Александровцы также успешно проявляют себя на региональном и всероссийском уровнях, участвуя в добровольческих форумах, интеллектуальных олимпиадах и научно-исследовательских проектах. Почти год Мурманская область живёт в постоянном напряжении из-за новой коронавирусной инфекции. Почти год мы ходим в масках, соблюдаем социальную дистанцию, стараемся не здороваться за руку и бережём здоровье, как никогда раньше. Что поменялось в нашей жизни с приходом ковида – в нашем специальном репортаже. 16 марта первый случай коронавируса зарегистрировали в Мурманске. Этот день стал своеобразным водоразделом между прошлым со свободой действий и передвижений и настоящим с закрытыми границами, барами и кинотеатрами. Уважаемые наши посетители, пожалуйста, поднеситесь с пониманием. Больше 50 человек в зал мы пускать не будем. Под угрозой оказалось не только здоровье, но и сама привычная нам обыденная жизнь. Туристические проекты, магазины, банки, отделение почты – не работало почти ничего. Мурманские улицы опустили и напоминали декорации к фильмам про эпидемии. Мы теперь все на самоизоляции. Не работают кафе, рестораны, банки. Тоже банки закрыты. Сейчас давайте посмотрим режим работы. В выходной вплоть до 3-го числа. Вместе с новыми правилами жизни появились и новые слова. Ковид-диссиденты, ковидные бригады. За ними и еще одно пугающее разобщение. Закрываются не только другие страны или регионы, но и соседние города и села. Билеты сдавала. А куда-то ехать собирались? Да. А куда? В Белгородскую область. В Белгородскую область? А что ты не боишься? Ну не хочу. Через Москву надо было ехать. Я не хочу. Я лучше дома останусь. Здесь отпуск проведу. Нельзя обниматься, сжать друг другу руки и даже встречаться с пожилыми родственниками. Новая реальность ворвалась в каждый дом. О том, как жители Мурманской области устраивали свой быт в период самоизоляции. И о том, как все это время медики борются с новой угрозой. Смотрите в среду в 20.00 в нашем специальном репортаже. 2020-й. Мурманск под короной. Первая волна. И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.defistov.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. 23 декабря ночью температура по области составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем в Мурманске и Североморске от минус 3 до нуля. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. В Никеле и Мочегорске от минус 3 до минус 1. В Апатитах и Кавдоре от минус 4 до минус 1. В Кандалакши и Полярных Зорях до минус 1 градуса. Игорь Негода.